В поисках приключений. Спланируйте, но будьте готовы к тому, что всё пойдёт не по плану. Каждый июль, в ЮАР это зима, мы с семьёй отправлялись на поиски затерянного города в Калахари. В то время Бацвана называлась Бе Чуаналенд. Иногда папа летел самолётом, а мама ехала на машине. Бывало, что мы все вместе погружались в наш универсал и по компасу три недели ехали через пустыню Калахари. Мама загружала в машину запасы провизии, воды и горючего на три недели, а также пятерых детей. Папа решил искать затерянный город, когда прочёл книгу Гильермо Форини «Канадца», в конце XIX века, пересёкшего Калахари в повозке, запряжённой быком. Он писал, что нашёл руины древнего города. Форини также известен тем, что прошёл над Ниагарским водопадом по Канату. Словом, понятно, каким он был авантюристом. Отец хотел попробовать повторить путь Форини на машине. Так эта идея превратилась в наши июльские каникулы. Ну как? Вы бы взяли пятерых маленьких детей в трёхнедельную поездку по пустыне? Маму, конечно, никто не заставлял ехать. У неё был выбор. Она могла остаться дома с малышами. Но он собирался в этот вояж в любом случае. А она не хотела отпускать его одного. Так что мы пустились в путь полным составом. Я никогда не боялась путешествовать по пустыне. Потому что у папы с мамой всё было под контролем. Даже когда меня пугали тем, что гиена может съесть моё лицо, я просто застёгивала свой спальный мешок до конца, чтобы гиена до меня не добралась. У меня и мысли не возникало, что в этих поездках что-то может пойти не так. Вероятно, родители заблаговременно проговаривали все вопросы безопасности, потому что были готовы ко всему. Казалось, что у них было просчитано решительно всё. Я не задумывалась о сборе вещей, потому что мама сама всё паковала. Подумать только, ей приходилось заботиться о каждой мелочи, об одежде, еде и воде для каждого из пятерых детей. Папа же отвечал за карты, компас, топливо и инструменты для ремонта машины. Они были впечатляющим дуэтом. Всё продумывалось заранее. Мы брали с собой трёхнедельный запас воды, овощные и фруктовые консервы. Свежих продуктов нам хватало на первую неделю, позже их просто негде было взять. Здесь-то на деле и проверялся наш семейный девиз «Жить с риском и здравым смыслом». Конечно, могло случиться и нечто непредвиденное, поэтому приходилось заранее продумывать, что может произойти, и учитывать это при планировании поездок. Мы знали, что можем заблудиться. Мы натыкались на могилы тех, кто погиб в пустыне. Папа иногда нанимал гидов, которые переводили для нас местные наречия, но в Африке было столько разных племён, которые говорили на таком количестве диалектов, что чаще всего нам приходилось выкручиваться самим. В то время в пустыне работал верблюжий патруль, служивший правительству Бетчуаналенда, поскольку Ботсвана была под контролем британцев. Родители планировали наш маршрут со стартом в одном городке и финише в другом, и верблюжий патруль был в курсе наших перемещений до нас ждать. Представители патруля были готовы отправиться на поиски, если бы мы не появились в точке назначения через три недели. Папа знал, что мы можем увязнуть в песках, поэтому всегда запасался лопатами. Когда мы застревали, то сами откапывали себе путь. Наш транспорт мог провалиться в канаву в буши, поэтому кто-то из детей обычно бежал по бездорожью впереди машины, чтобы убедиться, что впереди нет ям и пней. И мы всегда брали с собой инструменты, чтобы папа мог отремонтировать любые неполадки в машине. У него была такая паяльная лампа, и когда однажды машину протаранил торчащий корень, папа и мой старший брат Скотт разожгли лампу и все починили, и мы смогли ехать дальше. Все ломалось, но мы не паниковали, чинили то, что вышло из строя, и продолжали путь. Мы часто боимся того, что так и не происходит. Когда случается что-то плохое, приходится как-то выходить из положения. Однажды в нашу пресную воду попал бензин, и нам пришлось пить воду с бензином, потому что других вариантов не было. Мы достали чистую воду, как только смогли, и проблема была исчерпана. Каждый день мы просыпались на рассвете, собирали вещи и ехали до наступления темноты, потом разбивали лагерь. Запасы еды мы хранили в отдельной палатке. У всех были свои обязанности. Мы с Кей собирали хворост, а брат разводил огонь. Мама замешивала тесто из воды, яичного порошка, сухого молока, муки и разрыхлителя, и пекла нам сконы в большом чугунном котелке. Посреди пустыни мы ели свежие и теплые сконы. Представляете, как тщательно такое нужно было планировать? Уже взрослой я не раз задумывалась, каких усилий маме стоило продумывать все наперед, чтобы баловать нас такими вкусностями. У папы была лицензия на отстрел одного животного в неделю для пропитания. Мы убивали антилопу или цесарку и, забрав себе необходимое количество мяса, отдавали остатки племенам, которые попадались нам на пути. В пустыне все мы научились стрелять. Мама была в этом чемпионкой. Мы возили с собой все самое необходимое. У нас с Кей был тазик с водой для умывания вечером и утром. По ночам в пустыне было так холодно, что вода замерзала, и по утрам нам приходилось разбивать ледяную корочку, чтобы ополоснуть руки и лицо. Мы научились жить без домашних благ. Это была ситуация «надо, значит надо». Наш туалет был в кустах. Мы обходились без душа. Это было нормально, потому что в пустыне только песок, а им не испачкаешься. Пока родители намечали путь дальше, мы с братьями и сестрами зачитывались книгами. У меня есть фотографии, где все мы сидим погруженные в книги. Тогда я точно поняла, что не нуждаюсь в комфорте. Обойтись можно совсем малым. А еще узнала, что расходы всегда можно сократить. Не влезать в долги, не завидовать тем, кто живет в роскоши, просто извлекать максимум из того, что умеешь, выживать как можешь, и затем даст Бог обрести свое благосостояние. В одной из зим у нас был гид по имени Хендрик. Он имел обыкновение спать у костра, потому что считал его самым безопасным местом и был уверен, что ни один зверь не подойдет близко к огню. Но однажды вечером папа зажег парафиновый светильник, стоявший на столе, и увидел льва прямо в лагере. Он медленно вернулся в палатку и сказал «Оин, тут лев, дай прожектор и ружье». Он всегда называл фонарик прожектором, а не фонариком. Нам пришлось привыкать к иному значению этого слова, когда мы переехали в Канаду. Лев добрел до Хендрика, спавшего возле костра. Увы, лев не был начитан. Он был не в курсе, что ему нельзя приближаться к огню. Папа крикнул «Хендрик! Лев!». Хендрик выскочил из своих одеял, перепрыгнул через огонь и закричал «Фэцер!», что означало «брысь». Лев неторопливо вышел из лагеря, и отец пару раз выстрелил ему вслед, но тот ухом даже не повел. Сразу за лагерем его ждала львица. Папа бросился в машину, чтобы прогнать их, но львы поднялись на ближайшую к лагерю песчаную дюну и оттуда наблюдали за нами все утро. Мой брат Ли припоминает, что в тот день его отправили спать в машине. Он был самым маленьким и самым лакомым кусочком для хищников, поэтому нам приходилось особенно его беречь. Тогда казалось, что папа совсем не напуган, и даже если ему и было страшно, мы об этом не подозревали. Благодаря его уверенности мы чувствовали себя вне опасности. В тех путешествиях мы видели массу животных и насекомых, спрингбоков, гну, ящериц, муравейники, стервятников и других хищных птиц. Однажды маму ужалил скорпион, и нам пришлось наложить жгут и отсасывать яд. Как-то раз за лин погнался страус. Было очень смешно. Ну и, конечно же, там были гиены. Как мы их боялись! Гиены ведь очень злобные. Я помню, как однажды мы со Скоттом гуляли вдоль реки Акованга, и он подстрелил цесарку нам на обед. Она свалилась в воду. Скотт велел мне за ней сплавать. Когда я вылезала из воды, у меня под ногами что-то пошевелилось. Это был крокодил. Мы понятия не имели, что река кишела ими. Было жутко, но я все еще здесь. А значит, ничего страшного не случилось. Я знала, что папа мечтал отыскать тот затерянный город, но этого не произошло. Он возвращался туда двенадцать раз. Я была в восьми из этих поездок. Я не расстраивалась, что руины так и не нашлись, потому что родители не выказывали разочарования. Зато мы всей семьей пережили массу приключений и веселых моментов. Можно задаться целью, но так ее и не достичь, и это нормально. Думаю, что отцу просто нравилось исследовать неведомое, знакомиться с новыми культурами и открывать новые места. Они с мамой никогда не прекращали учиться. Он любил ездить по бездорожью, прокладывая собственные тропы в пустыне. Он всегда следовал указаниям компаса. Мы никогда не терялись и всегда попадали именно туда, где он хотел очутиться.